сегодня у нас день добрых дел к нам сейчас в гости идут дети из детского дома творчества с их преподавателем вот они сегодня хотят нам помочь сейчас мы посмотрим что что не хотят нам сделать сказали убирать будем и собак чесать играться вот идем их встречать здравствуйте помощником сколько у нас сегодня как отходить отходить чипуси отходи все заходите по одному так отошли 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 сейчас надо подождите ребята подождите сейчас сейчас заходите просто чтобы они не выскочили у нас собачат они любят убегать все проходите сюда пока ну это черек у нас он готовится в швейцарию его семья хочет швейцарию забрать да мы уже 15 отправили в голландию вот следующий 15 отправили уже отправили чтобы 15 готовить мнения мышц периодически да вот у нас две собаки во франции 1 в англии остальные в голландии а вот этого сильно просят швейцарию но мы сейчас семью проверяем но только прям фотографии чем работают идея как состояние это собаки все с улицы да это брошены брошены до щенками вот я сейчас этом рассказывала вообще под трубой такого маленького нашли да он ведь и красок а этого же хозяйский она это выкинули же говорили из окна с третьего этажа его а потом и ножом что-то резали лучше мы его такого раненого забрали он красавец он маленький мы только вот исполнилось а дымочка на трусоватая до меня она такая они осторожны они прямо щенками были осторожны и и сейчас у нас начинается неделя добра и мы с ребятами решили прийти к вам в центр чтобы потом помочь вам немножко хотя бы хоть какую-то помощь внести посильную до в воспитании вот этих вот замечательных собачек подскажите пожалуйста вот говорят что у вас собачки ездят теперь уже в европу расскажите нам немножко хоть что-то про это да да у нас вот и один из вариантов спасти животных отправить в европу конечно нам больше бы хотелось чтобы они все здесь были также мы спасали их ну пока так европу у нас галина владимировна наша волонтер переписывалась с женщиной она которая спасает уже на протяжении пяти лет а может даже больше из якутска вывозит собак может быть слышали лара володина она везде сейчас фигурирует в прессе вот и я нас не как-то списалась и помогала ей там но это лара володин она помогает не только московским приютом или вот их из якутии вывозит она вообще по стране и как-то вот мы позвонили ну долго не решались потому что думаем у женщины своих дел полно если она вот одна из только вот ну по статистике на за пять лет около пяти тысяч собак спасла вот это вот все из якутска там же получается у нас то они видите как дома а там они замерзают в общем там ужасные условия к сожалению непонятно вообще к животным относятся очень плохо вот она туда вывезла и позвонили галина владимировна позвонила я потом позвонила и ну ситуацию рассказали как вот быть это правда ну что семьи находятся потому что вещь разная говорят что и на опыт их там забирают и куда вы там везете да вот это какой там рай никакого рая не для собак и она говорит нет мы говорит отправляем только в семьи и проверяем как с ненавязчивым контролем ну как было ну она так сказала говорит вы как хотите чтобы ему ваших собак забрали и в передержке в москве пока семью ли нет зачем нам передержкой нашим собакам здесь хорошо но просто мы же здесь не постоянно живем вот у кого-то работы нету сейчас живут с этим у кого-то кто-то кому-то пора уезжать а мы получаемся не коммерческая общественная организация но как волонтеры можно сказать частные но частные мы же не бизнесмены мы что-то зарплаты что-то с пенсии какие-то пожертвования с населения и вот гранты выигрываем вот ну это пишем конкурсы доказываем решаем вы сами знаете что кого ранты это это нелегкий труд вот на этом мы содержим а если вот нас раз и все мы разъехались и получается что они окажутся как в якутске никому не нужны и и все и поэтому потом она это же сама лара володина позвонила где-то через месяц и говорит вот у нас есть куратор который очень голландии очень серьезные законы по защите животных и люди очень любят собак и дали мне телефону нам вот мы мы взяли на владимир вдвоем этим занимаемся как бы ну нашу каждый все очень загружены на 105 человек всего на весь приют мы позвонили этому куратору эта женщина молодая женщина она русская живет она за границей и она по жизни спасала животных как раз 18 она кандидат биологических на у микробиологии в общем очень умная женщина и она действительно занимается спасением у него своя работа это вот и вот вы знаете я как-то в это сама не верила дома наверное не получится но мы посмотрели в интервью вы в интернете действительно получается что в голландии нет проблемы бездомных животных их вообще нет даже приютов нет они решили эту проблему еще сто лет назад было бездомных животных наверное больше чем у нас как в россии но там правительство вызвала такое издала такой закон или предложение что кто берет из приюта собаку тем платят пособия собак разобрали моментально но пособием как серьезное пособие и их но в любой день и ночь зоополиция может приходить и проверять каком состоянии собака если вода у нее ну там еда мы штука покушал и вот на эти пособия и обязательно кастрация стерилизация и тогда они им эти люди налоги не платили в общем льгота им шла и вот вы понимаете уже уже говорит как нам объяснили уже 50 лет назад уже собак не было сейчас у них есть такие приюты но человек например умер собаку некуда и вот на это время и эту собаку продают не то что просто ой кому-нибудь лишь бы отдать нет и теперь они вот спасают наших животных они еще говорят мы же не просто забираем собаку какую хотим и спасаем их ну спасибо им конечно немножко как стыдно немножко обидно что спасает вообще чужие люди какая-то там ну как занимает загнивающие европа и она не занимающие все там шикарно и получается они как они безумно любят лошадей и собак и получается одна собака ой там они вот начинают вот так двое у да у тебя всего одна собака бери еще ты что он престижно иметь животного в доме у нас на каждую собаку есть полный отчет мы будем попросим александра он сделает фильмы каждой собаки просто как их там любят как вольеры вот как мы но во дворе вольер нет это нарушение прав животного животное должно жить в доме у него должно быть свой диван вот так нет хорошо да 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 у них лежан очки у них вот в общем и получается вот это легкая руки руки ларисы вот та которая вот с нами работает куратор ее лариса имя и она говорит вот мы уже 15 собак отправила это начали мы с июля месяца вот не знаю теперь нам хочется всем найти семьи и чтобы из нашего приюта сделать просто пункт передержки кого-то спасти кому-то помочь на кого-то на время отпуска но мы честно ли мы проверяем мы информацию собираем куда что и обязательно смотрим только те страны где нет эвтаназии но это получается бельгия голландия франция англия вот в англии вот уехал дик ой долго целую неделю ехали мы так волновались ну как прилетели в москву быстро а целую неделю оказывается эти люди молодая пара живут на границе шотландии него через все англию собаку везли и она потом пишет смеется говорит вы представляете с полицейским экскортом собаку привезли видимо водитель спросил адрес или что и полицейский проверить куда везут собаку до самого вот пункта ну наверно может в этом же городе где привезли проверил все ли вот так вот вот пожалуйста да какое серьезное отношение да мы у нас уже и слезы и радость и как-то и хочется чтобы и у нас так было вот ну хотя бы на начать вот так мы знаете будем сейчас вольерах убирать но я спокойно где пустые вольеры там буран у нас а здесь у нас кто а а а иди покажу тебе как мести смотри вот смотри нужно взять давай а а а а а а а и а и и и и и и и часто приходите в приют иногда да вам нравится здесь собачками играете молодцы молодцы это у нас комната для собачек теплая комната кроваточки здесь у нас расклад душечки все для собак друзья и дети пришли помогают молодцы а здесь у нас получается выход для собак на улицу чего дети помогаете молодцы и детки молодцы все чисто убрались почистили подмели почаще приходите в приют второй год ходите да и как вам нравится сноции кормите до собачек молодцы собачки покушали и у нас спят после аппетита что интересно друзья собаки все добрые все ласковые лежат друг на дружке как одна большая семья никто не гавкает все ведут себя замечательно это респект здесь тоже у нас собачки все спят хочу заметьте на кроватках матрасики диванчики вообще прям замечательно здесь кушать приготовлено кашка хлебушек и дети друзья помогают самое главное это самое главное что дети помогают тут у нас щеночки подкидыши эти как сколько много их здесь начало маленький я не выпускают вас до наверно то что гадите может быть наверное либо вас обижают старший пока здесь посидите сейчас вы приходите помогать приюту или или вас заставили взрослые когда признавайтесь а чё дома не помогаете маме что ли мыть посуду помогаете же ведь ну вот поэтому придут тоже надо помогать молодцы дети молодцы нравится вам тут хоть взяли бы собачек с приюта домой только честно а потом что с ними как вырастут опять обратно дать приют так нельзя молодцы спасибо вам огромное вот вы пришли даже часик поработали а помощь уже есть девочки посуду помоли помыли другие девочки там том вольере почистили мальчики вольерок почистили снег поносили вот уже и так вот понемножку приходить даже сами приходите только большие маленьких не надо только со взрослыми надо надо у нас вот такой вот первокласска разревелся что не взяли с собой даже трехлетних деток привозят но с родителями что-то родители помогут и ребенок поиграется вот одно что мы же отвечать должны а как мы собаками с детьми как-то это сложно уже вот спасибо вам огромное и вот вы теперь она знаете будете рассказывать что действительно у нас приют действительно собакам здесь хорошо как дома у них тоже свой диван у каждого свой характер у каждого кровать будем выкидывать с матрасом знаем куда да 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 нам и кровать надо и матрас так что можно мы же матрас вот там а а